итак ну чтож ариарума и маленькие любители покушать у микрофона как всегда ваш покорный слугам амору и мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную заборочку как stone block 2 и как я люблю это говорить и всегда об этом говорю за кадром произошли кое-какие глобальные изменения частности это коснулись наверное по большей части тех ачивы которые я выполнял и продолжаю выполнять как я и говорил уже в прошлой части нам из всех ачивы которые осталось выполнить осталось лишь одна и над ней я убил последние наверное четыре дня от которые я занимался этой сборочкой и оставшиеся наверное некоторые час может быть два я посвятил тому графу и этого времени мне вполне хватило что понять что там граф просто не мое и изучать его я вообще не умею и не смогу наверное никогда я даже пытался записать отдельный эпизод серии где я пытался бы это сделать но к сожалению ничего путного из этого не вышло и я очень сильно вёл себя как нуб поэтому к сожалению я вынужден констатировать то что таункрафт я пройти не смогу наверное в этой сборочке и вынужден буду завершить stone block как только завершу последнюю ачивку из project и наверное как я и говорил чтобы завершить эту ачивку нам нужно какое-то очень гигантское количество емц энергии ну и как написалось в ачивке самый простой способ получить эту емц энергию это сделать баланс клей несмотря на то что балансы клей требует себя гигантское количество рф это на данный момент остается самым эффективным способом получения емц и получения баланса клей опять-таки встает вопрос где же найти такие гигантские запасы рф энергии вы можете у себя на экранах наблюдать у меня даже фпс падает просто от вида и всего этого происходящего 2 extreme реактор это максимальные реакторы которые можно построить из этого мода один из этих реакторов я даже успел покрыть охладителем из специальных коров которые я доставал чтобы как-то увеличить выработку этим реактором рф но это у меня на самом деле не особо получилось и в итоге вот этот гигантский реактор максимальная напомню реактор вырабатывает 434 мега рф за тик то время как обычный реактор без охладителя прабатывает всего 431 мега рф за тик я бы не сказал что это того стоило и вообще в принципе кому-то пытаться строить подобные проекты без использования трансмонтационного стола я думаю то что было бы очень глупой идеей и вот эти вот 8 в сумме по идее мега рф за тик не способны выработать то количество рф энергии которые я использую для получения баланса тклеев и большая часть энергии у нас вырабатывается непосредственно вот здесь вот даже если сравнивать масштаб вот этот маленького уголка и вот эти вот гигантских колоков можно сделать соответственно еще вывода то что extreme реакторами не такой уж на самом деле эффективный мод в плане выработки энергии здесь же у нас принцип выработки энергии до ужаса простой здесь у нас стоят вот такие вот на за старые генераторы из мода экстра утилитис их можно в принципе строить безграничное количество насколько у вас позволит ваша фантазия но у меня пока стоит здесь вот такая вот схема и в общей сложности одна схема из четырех и не за стар генераторов позволяет мне вырабатывать 200 мега рф за тик для сравнения ребят вот этот вместе 8 вот этот 4 200 так как у нас здесь стоит получается их 4 штуки можете делать соответствующую воду сколько у меня идет выработка рф за секунду и такая у меня выработка достигнута лишь двумя способами то что в каждом из на за стар генераторов стоит специальный улучшитель плане улучшения скорости а все топливо у нас берется непосредственно из персонал емц и линк специальный блок который позволяет генерировать на за старой из всего количества емцы которые есть у меня сейчас в запасе так как на за стар строит просто какие-то копейки по сравнению с бесконечными слитками я могу строить получается вот такие вот схемы просто до опупения но на самом деле я вам так скажу если у вас есть достаточное количество времени можно обойтись и одной такой схемой поскольку большее количество схем приведет большему количеству лагу например сейчас у меня около 60 fps и иногда опускается даже и ниже опять-таки для сравнения когда не было у меня такого нагромождения из механизмов мой фпс был за 200 и немаловажный механизм который помогает нам вырабатывать 100 гигантские объемы энергии это вот эти вот наши watch of lower time я ими пользовался просто невообразимо много и они реально спасают жизнь и позволяют ускорить буквально все что угодно это грубо говоря карманный ускоритель времени и тиков в майнкрафте единственный наверное минус который есть для этой схемы нужен еще одна схема которая позволит генерировать емцы которая будет питать все эти машины емцы я генерировал с помощью наших жидкостных коров как бы это ни было странно здесь вы можете видеть гигантское количество часов хотя вот эту всей схеме на самом деле не нужно и будет достаточно вот этой вот 1 4 части вот этой вот схемы увеличила я масштабы поскольку считал то что можно будет обойтись без генерирования и рф и обойтись только генерации емцы за счет наших бесконечных коров но к сожалению это происходит настолько медленно и по моим подсчетам нужно было построить просто гигантское количество вот этих вот схем вот этих вот сот которые у меня здесь есть и поэтому я вам говорю то что одной схемы вот такой вот три на три на три вот вам реально за глаза хватит для того чтобы обеспечить себя емцы просто вот каких-то невообразимых количествах принципе эта схема ничем не отличается той схемы который я использовал ранее просто она использует более компактную вариацию и из одной инфинити дрема у нас идет сразу на четыре вот этих вот кейсин тэбла и все это опять таки у нас попадает персонал емцы link и конечно же из персонал емцы link в который попадает у нас ничего отсюда не генерируется а генерируется из тех линков которые у нас здесь стоят ну и таким образом просто гигантское количество времени в афк мне получается все-таки набрать необходимое количество рф энергии для того чтобы генерировать наши клей и так я стоял афк и продолжал заниматься пихиванием емцы в наш big spender и я готов констатировать то что я уже как никогда близок к выполнению этой ачивки а здесь же происходит генерация наших клей так как на каждый клей требуется гигантское количество рф энергии а у наших инфьюзеров есть своего рода ограничения трансмутация тоже требует определенного количества времени в принципе у меня накопилось дополнительно еще 51 баланс клей кстати вон еще один на подходе и я думаю не факт конечно но я думаю то что этого должно хватить если так посчитать около четырех или пяти стаков баланс клей я потратил на то чтобы заполучить эту финальную ачивку я брал в данном случае некоторое количество клей и запихивал наш стол трансмутации получал наше количество емцы заходил наш project и и тыкал вот сюда вот и каждый раз я увеличил количество процентов которые я мог бы сюда впихнуть и сейчас я впихнул последнее финальное количество емцы которые можно было бы сюда впихнуть и замечательным образом я выполнил наконец-таки эту ачивку спустя невообразимое долгое количество времени но я завершил ну и так по итогу ребят что мы имеем тонблок 100 процентов сторож 100 процентов чикен как я горел 97 процентов но это только потому что забагалась одна ачивка которую выполнить нельзя в любом случае коровы тоже на сто процентов я завершил их пока занимался там крафтом мистикал агрокультура тоже 100 процентов драконник эволюшн 100 процентов project e мы с вами завершили уже в этой серии тоже 100 процентов экстрим крафтинг тоже 100 процентов и остался нам там крафт но как я и говорил в начале этой серии там крафтом я заниматься очень сильно не хочу и связано и по большей части это с тем что он очень затянутый и если ты пытаешься изучить там крафт именно по там номикону который выдает тебе эта модификация то у тебя вряд ли что-то получится у создателей там крафта были гигантские задела на то чтобы попытаться это сделать более понятно и лаконично но к сожалению мои мозги и мой скалатума не подходит для этого мне потребуется читать тонны гайдов и тонну литературы наверное по там крафту чтобы наконец-таки осознать и понять эту модификацию а только потом изучать ее непосредственно в мире в майнкрафт и на этой сборочке и поэтому я говорю то что тратить столь большое количество времени для того чтобы попытаться что-то сделать в этой модификации у меня абсолютно пропадает любое желание я вынужден констатировать факту что там крас останется на этой сборке как просто лишняя модификация и выполнять ее не хочу и не буду скорее всего но опять-таки есть но я выполню ее если вы меня поддержите из себя и не хочу выполнять потому что мне мотивация не интересно в принципе но для вас я могу выполнить даже с большим удовольствием если под этим видеоролик наберется хотя бы 10 лайков то следующая серия будет по изучению моду там граф и как ну будет изучать зато невероятную модификацию и этом наверное серия должна подойти концу да эта серия получилась недостаточно длинный по хронометражу как остальные но на то это и финальная серия вынужден констатировать то что эта сборка была невероятно интересной и мне ее нравилось проходить даже в некотором смысле больше чем предыдущую нашу сборочку которая называлась кути чем напомню наверное потому что концепция стон блока больше мне нравится нежели выживание в свободном мире и тема с модификациями которые ты можешь сам изучать в зависимости того как тебе это хочется больше привлекает в плане свобода выбора опять-таки это не касается таункрафта ведь это магия а моя душа не особо как-то лежит к магическим модификациям где очень многое зависит не от тебя а также я выражаю огромную благодарность всем тем кто писал и оставлял комментарии под моими видеороликами выставил лайки и поддерживал меня на протяжении всех этих долгих серий и всего этого сезона на протяжении всех серий мы с вами умудрились создать целых две доски почета сейчас же вы увидите ники всех тех людей которые смог попасть на эту доску и я безмерно благодарен всем этим людям и если по итогу этого прохождения кого-то заинтересовал данный мир я с радостью выложу его в какой-нибудь общедоступный сайт если это действительно кому-то нужно ну и на таком прекрасном моменте наверное потихонечку буду заканчивать всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорный слугам амуру увидимся в следующем сезоне